Дорогие друзья, вы когда-нибудь видели белорусских фиферов? Я сам офигел, когда я их нашел. Позитивные ребята, которые не стесняются камеры, не боятся проигрывать и сливают монеты в покопинге. Я уже сам их смотрю и вам советую. Канал Бульбаши. Ссылочка в описании. Окей, сегодня я не буду смотреть Майклаб и другие режимы. Я сегодня просто покажу вам один матч. Я сам еще не играл, то есть сегодня мы просто посмотрим геймплей игры. Итак, что мне для этого нужно выбрать? Товарищеский матч? Играйте вместе со своими друзьями или против них, а также с командами. Почему, блядь, так медленно? Я что, упоротый? Для кого это делалось? Для тех, кто угандашивается кокаином перед матчем и дико лагает такой О, так, что там у нас сегодня? Ебать, я под спидами, нахуй. Играйте вместе с друзьями или против них. Так, или матч по сети. Окей, значит мне сюда товарищеский матч. Товарищ Вальбуина жмет руку товарищу Неймару. Так, по команду. Ой, интересно, у меня такой ник выбрал себе. Так, ну, пожалуй, по традиции сыграю Эль Классику. Реал Мадрид против, против Барселоны. Где, где? Пропустил я. Пропустил. Ага, вот. Так, у кого скиллы больше? Ну, у Реала чуть покруче, кстати, в сумме. Так, графон. Ну, тут пока что я не вижу особых изменений, поэтому давайте-ка. Во-первых, настройки. Я максимально поставлю сложность звезда футбола. Матч пусть будет 5 минут. Не особо долгий, чтобы. Ну, давайте. 7. 7 минут матч. Доп все отключу. Пенальти пусть будут. Эмоции. В смысле эмоции. Я знаю, был фильм Эквилибриум. Там эмоции можно было отключать всем с помощью таблеток, потому что там такое было специальное общество, которое управлялось благодаря тому, что все были безэмоциональны. Но я не такой злой. Так, все настроения по максимуму поставлю. Травмы пусть будут. Так, и ну-ка, что у нас там с меню, интересно? Ну, учебный. Блин, целый видеоролик сделали. Лучше бы они меню поприкольнее сделали. Так, так. Так, блин, почему не жмется? То есть я сейчас жму вверх, не могу перейти в самое нижнее меню, как обычно делается. Поэтому приходится назад. Вот так вот вниз идти. Так, стартовый состав. Блин, каждый, блядь, так я все понимаю. Ну, а-а-а. Так, Кассильец по-прежнему здесь. Видимо, трансферы, они не спешат обновлять. Роналду здесь два, прям как, прям как в FIFA. Но Месси почему-то где-то 101. Окей, так. Хидиро до сих пор здесь, Мартина Эдегора повысили. Почему-то, не знаю, на какие заслуги. Кросс, Мудрич, Пачека. Эти нам не нужны. Чарита до сих пор здесь придется. Ну, в принципе, состав нормальный, поэтому давайте к таким и сыграем. И сейчас мы увидим, интересно, изменилось ли что-то в плане кат-сцен в этой песке. То есть там выход команд на поле, там обнимание, фанатки, которые трясут стрингами на поле. Так, пока что я не вижу вообще никаких изменений. То есть то же самое. Отлично, Канами, спасибо. Спасибо вам за Судью Негра и за кат-сцены. Как же без них было хреново-то в старой песке, ну в 15-й точнее. Это так смотрелось по-нищебродски, если честно. Эти вырезанные кат-сцены для того, чтобы меньше лагали компы. Так, вот все бегают, все довольны. У Бэйла новая прическа, что тоже очень важный момент. Все подпрыгивают энергичные. Нам показывают фанов, которые тоже не особо поменялись. Так же они синхронно, как дауны. Да, Реал, вперед. Что-то все-таки прям энергичные. Как будто у всех шило в жопе. Дай сыграть поскорее. Суарес там разминается энергичнее всех. Так, все довольны, все аплодируют. Наконец-таки, наконец-таки кат-сцены вернули блестящие. Но пока что я не вижу особых изменений. Разве что почему-то вокруг стадиона очень много... Точнее, вокруг поля какой-то ров с водой. Там какие-то Иисусы прям на воде стоят. Так, анимации, анимации лиц. Прикольные, кстати. Сделаны нормально, мне нравятся. Вообще, анимация в песо всегда была лучше, чем в фифе. Потому что в фифе анимация просто блевотная. Такие вот движения их в кат-сценах просто ужасные. Идет пожимание вот так вот рук. Это кошмар. Вот в песо намного смотрится реалистичнее. То есть, все плавно, все как у людей. Отлично. Ну и теперь давайте-ка сыграем, собственно говоря. Что ж, дорогие друзья. Это маленькое касание мяча для Мадридского Реала. И огромнейшее касание мяча для всего песообщества. Это первое касание мяча мною в песо 16. Итак, с мячом, с мячом, с мячом. Видимо, Модрич. Да, Модрич. Так, что-то он какой-то очень быстрый. Так, анимация, анимация. Что-то он какой-то очень быстрый, реально. То есть, они явно не зря были такие энергичные перед матчем. Явно чем-то ускоренные. Аж просто, что Модрич с не самой большой скоростью такой резвый пас. Пасы неплохие. Так, оп-оп, ускорение. Что-то пока что... Так, перехват. Неплохо. Я думал, что и нет. Сейчас мяч в аут вынесет. Так, пас на пике. Пока что я ничего не пойму толком по геймплею. То есть, не прочувствовал еще. А так, отбор хорошо и... Но почему-то все очень быстрые. То есть, раньше такого не было заметно. Так, скорость игры стоит ноль. То есть, не плюс два. Окей. Значит, так и должно быть. Кровахаль пас на Касилис. Так, мне тут сказали, что в этой пес вратаре прям полное говно. Ну, давайте попробуем. Один удар вытерпим. Так, чтобы так. Давай, отнимай, Месси. Отнимай, отнимай, отнимай. Давай, и бей. Бей издалека, тупо. Бей издалека. Бей издалека, бей. Ну-ка, и... Совпадение или нет, но Суарес сбивает ударом в угол. В ближний. Метр с 23-25. Куда и не структ засунул. Да тут даже Суарес... Блин, я не могу смотреть на слезы Касилис. Какой кошмар. Ну, теперь дайте-ка я разочек-то ударю. Модрич. Модрич на сверхскоростной скорости. Пас неточный. Тут Хамес тоже очень. Нет, правда, со скоростью что-то не то. Или мне кажется, или надо будет ставить скорость на минус... Минус один, там минус два. Потому что пока что я недоволен скоростью. Рактически с мячом по центру проходит. Неймар. Перехват. Неймар очень странно сейчас полетел, словно на луне и... Развел руки. Стадион гудит. Орет же судья-то пидарас. Купил, купил. Мадрид скирял судью. Но я в это не верю. Ну-ка. Ну-ка. Бензима. Навесик на Роналду. Не получилось. Вляшку Маскирано. Дайте хоть раз пробить поворотом-то жидовки. Хамес. Так, Криша там не очень удачно был в позиции. Так. Ну вот, новые анимации видны. Там подбор пошел как-то тазом. То есть... Такого... Ну, пока что... Прям вот... Там Кросс что-то сейчас сделал. Что это за боевой гопак в исполнении? Ой, провал, провал, провал. И Рамос на месте. Блин, дайте-ка мне хоть раз поворотом пробить. Я же обзорщик. Не надо это сделать. Опа! Нет, тут пике. Пике на месте. Вот еще заметил. Не знаю. Раньше, по-моему, такого не было, что... Блять, мы... Марселло. То, что стадион аплодирует, когда все хорошо, и когда плохо. Он недоволен. Хотя, возможно, просто раньше я в уши долбился. Так, прием мяча тоже был своеобразен, скажем так. Дайте мне хоть раз пробить. Ну-ка, на вес и... Я уже думал, гол это было бы смешно, на самом деле, такой гол пропускать. Так. День зима. Ну да, нормально. Какие блевотные пиксильные чувачки сзади с фотоаппаратами. Всегда считал фотографов недалекими людьми, потому что... Ну, не всех, а этих тупых пес, которые все фоткают подряд. Которые покупают все фотоаппараты, думают, что они уже великие фотографы. И фоткают там листья, блять, всю хуйню. Так. Так, бензима. И... Блять. Ну, почему Бейл пробил вправо-то? Я вроде бы хотел, чтобы он пробил в другой угол. Ну, ладно. Ладно, и не спас на Маймара. Но в целом, вот, буду честен, буду честен. Неплохо всё, но каких-то изменений я не вижу. Но всё стало как-то более, что ли, приятнее. Плюс графин. Если раньше в той песке графон, что немаловажно, когда показывали людей издалека в катсценах, он смотрелся просто ужасно, просто блевотно, а просто 75-й год, блядь, я не знаю, Брежнев бухает водку на даче! Так. Что? Так вот, то теперь графин в этих сценах вот сейчас охерен пиздатый, суперский. И вот мы видим два удара в створ, два гола. Но, с другой стороны, там всё было не в упор, но опасные были удары. Так что пока что я по вратарям не знаю, что есть сказать. Плюс мы видели менюшку, типа там, не знаю, видели вы эту менюшку за моей вебкой? Типа, X такое празднование, B там другое празднование, всё такое. Продолжаем матч. Но в целом пока что с PES 16 смотрится, ну, как PES 15 с патчем каким-нибудь. На улучшение там графики немножко и на чуточку круче геймплея. Так. Второй тайм пошёл. Врубается барселоновская китака. Альба с мячом пас на Неймара. Неймар пас на Суарес. Суарес на Нейнееста. Блин, надеюсь, с вратарями я ошибся. Точнее, мне наврали то, что удары в створ почти все пропускаются. Дайте-ка я попробую какой-нибудь дальний удар. Дайте, дайте. Дайте, дайте жадные барселоновцы. Точнее, барселонцы надо быть грамотным. А то у некоторых бомбит. Ой, как всё быстро, как всё быстро. И я... Блядь, куда дал? Пас, пас, никуда. Сейчас хорошо, заброс бы. Проходит заброс. И ну-ка. Вот, вот, сейв есть. Так что всё нормально с вратарями. Всё нормально. Всё отлично. Всё отлично. Ну, Мар, пас на Альбу. Альба, пас. Ну, в общем, дорогие друзья, до конца матча остаётся буквально полчаса. Что я скажу? Что я скажу? Что я скажу? Геймплей особо не изменился. Катсцены стали приятнее. Другие катсцены, то есть графон в них подкрутили. Сам графон не особо поменялся. Всё стало побыстрее почему-то. То есть, если FIFA стало медленнее, то PES стал почему-то побыстрее. Не знаю, какая скорость будет в онлайн-режиме. Это я сделаю на днях. Наверное, на выходных скорее зайду в MyClub. Вот. А стоит ли эту PES-ку покупать? Ну, так как меня купили японцы за их вермишель второй сейф, то я скажу, что стоит. Всем фанам PES игра отличная. Отличная. То есть, это доработанная чутка 15-я PES-ка. Так что покупать, конечно же, стоит. Стоит брать. Плюс, я не знаю, что там будет в MyClub, но вроде бы трансферного рынка нет. Так что это, конечно, ужасно. Плохо. Печально, но... Буду, буду играть. Играть, скорее всего, даже с удовольствием. Почему бы нет? Мне нравится PES. Фол. Так, давайте-ка штрафные. Заоценим в этой игре. Получает желтый бускец. Какая-то цена эта не ест. За что? О, лысый парень. За что ему желтое? Ведь он не виноват. Данки, Данки. Нет, как там? Хендекох. Данки, Данки. По-немецки спасибо, по-моему. Да. Спасибо Нику за эту игру. Нику из Германии. Именно он мне аккаунт подарил удар со штрафного. То же самое. Абсолютно то же самое. Такие же штрафные. В этой PES. Я надеюсь, что сейчас будет ничья и я посмотрю пенальти. Потому что в той PES пенальти были. Но, скорее всего, Суарес все мои. Все мои мечты. Все мои мечты разбиваются вторым голым Суаресом. Так, ну-ка. А если так? Боже мой. Еще один важный плюс. Просто охеренный. Раньше камера зачастую при лонгшотах не успевала за мячом. И поэтому мы смотрели на футболистов, но мяча не видели. Но тот, кто знает, понимает, о чем я говорю. То есть камера за мячом не успевала. Теперь камера за мячом успевает. Спасибо, Канам. Еще один важный. Важная доработка. То есть, видимо, дописались до них недовольные пользователи. Тем, что камера говно. Теперь, блин, дайте мяч. В том обзоре на 15-ю PES я победил 1-0. Но там была средняя сложность. Поэтому странно, что я не победил бы. Тут я проябываю. Пасы пяточками пошли. Пас у Альбы. Ракич с мячом. Пепе. Кросс. Хорошо. Бале. Хорош. Мне кажется, все быстрые. Но пейса, как в FIFA 15, например, тут явно нет. Потому что Бейлом убежать не получается. Так, просто от того же защита Барселона. Так, 89-я встреча. Подходит к концу наш матч. Подходит к концу наш обзир. Ну-ка, может быть, сейчас. Может быть, сейчас. Но Криш, Криш не успевает, к сожалению. И, видимо, я все-таки проиграл. Ну что ж. Подводим итоги. 16-я PES весьма симпатичная. Доработанная версия 15-я Пески. Конечно, она прям какой-то прорыв. Она не претендует. Но в целом... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ну почему? Ну почему Брау пропустил всего один гол, а Суарес пропустил все. И все-таки довольный. Мол, да, вперед. Кулак. Анальный фистинг. Ну что ж, дорогие друзья. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Ставьте лайки. Если вам понравилось данное видео. Ну, я был лучше, конечно же. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Здоровья. Скоро будет обзор сетевых режимов. Сетевых режимов. Не режимах, а режимов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok